МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей на первом областном программе область события факты в студии Евгений Македрюк. Сегодня расскажем о главных темах уходящей недели, ну и в начале краткий анонс. Где отопительный сезон стартует досрочно? И насколько Преамурия готова к зимним морозам? Почему Благовещенск исключили из списка городов самым загрязненным воздухом? Где прикрыли незаконную добычу щебня? И был ли обыск и опечатка кабинетов в администрации Тынды? Ну а теперь подробно об этих и других темах. 22 сентября в Преамурии подписали итоговые протоколы по выборам депутатов в Государственную Думу и парламент Преамурии. Результаты по выборам в Заксобрание остались в областной избирательной комиссии, но данные по выборам в Государственную Думу направят в Центр избирком. Между тем, итоги прошедших выборов прокомментировал глава региона Александр Козлов. Он поблагодарил всех амурчан, которые 18 сентября пришли на свои избирательные участки. По отводя итоги выборов в законодательное собрание, я могу сказать, что партия «Одинная Россия» набрала порядка 70%. Несмотря на критику, несмотря на кризисные явления, которые у нас сегодня есть, все равно люди, которые в этой партии, это люди рабочей профессии. Мы их всех знаем лично. Это и Синьков, и Лысенко, и наши учителя, и много других рабочих профессий, которые сегодня представлены. Они будут делать все для того, чтобы Амурская область развивалась вперед. Я очень надеюсь, что та новая команда седьмого созыва всегда будет лучше, чем предыдущая. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить предыдущий состав законодательного собрания, который тоже очень много сделал для того, чтобы Амурская область сегодня развивалась. Александр Сакани написал заявление о сложении полномочий депутата городской думы. Документ утвердят на ближайшей думской сессии. Она состоится 29 сентября. Кстати, заседать депутаты будут в усеченном составе. Дело в том, что несколько народных избранников по итогам выборов перейдут работать в законодательное собрание при Амурье. Значит, на сегодняшний момент у нас три депутата уходят в законодательное собрание. Это Имамеев Олег Гатаулыч, Багрова Надежда Ивановна и Фисенко Анатолий Витальевич. На их места будут объявлены дополнительные выборы во второе воскресенье сентября 2017 года. В областной столице стало легче дышать. Минприроды России исключило Благовещенска и еще семь российских городов из списка муниципалитетов с самым загрязненным воздухом. Это произошло в основном из-за резкого снижения уровня в атмосфере бензопирена – вещества первого класса опасности, которые образуются при сгорании углеводородного, жидкого, твердого и газообразного топлива. Его концентрация снизилась в среднем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Помимо Амурской столицы список грязных покинули Иркутск, Красноярск, Лесосибирск, Новокузнецк, Челябинск, Шелихов и Южно-Сахалинск. Так в последнем впервые за 28 лет зафиксировано значительное снижение концентрации аэрозольных примесей, взвешенных веществ, бензопирены и сажи, а также формальдегида. Как пояснил глава Министерства природы и экологии России Сергей Донской, к концу года ведомстве планирует составить экологический рейтинг городов России, который будет учитывать не только статистические данные и динамику сокращения вредных веществ, но и меры, предпринимаемые регионами и бизнесом для улучшения ситуации по ряду показателей. Всего в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, по данным 2015 года, вошло 11 городов с общим числом жителей полтора миллиона человек. Превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ более чем в 10 раз зафиксировано в 34 городах с общим количеством жителей около 12 миллионов человек. 28 сентября в Белогорске досрочно начинается отопительный сезон. Такое решение принял глава города Станислав Милюков. Ранее начало отопительного сезона для белогорцев стало уже привычным. В прошлом году батареи потеплели 30 сентября, об этом напомнил градоначальник. И в этом году в Белогорске не стали ждать похолодания. На заполнение системы отопление потребуется некоторое время, но уже в первые выходные октября в домах белогорцев станет теплее. Как пояснили в МУП «Горэнерго», к началу отопительного сезона 10 из 12 муниципальных котельных готовы на 100%. Еще на двух ремонтные работы завершаются, заготовка топлива продолжается. Российские регионы получили право самостоятельно назначать дату начала отопительного сезона, не дожидаясь так называемой «холодной недели». Правительственную инициативу уже применяли в Амурской области. В Тындинском районе начали досрочно подавать тепло в многоквартирные дома. Между тем, при Амуре готова к предстоящей зиме на 95%. Об этом доложили главе региона Александру Козлову в ходе совещания, посвященного отопительному сезону. Подробности знает Юрий Камышный. Открывая совещание, губернатор подчеркнул, что подготовка к зиме остается на особом контроле. Отопительный сезон в области уже начался. Тепло в многоквартирные дома начали подавать в северных районах при Амуре. «Уже ветка БАМа, в принципе, у нас подключена, и люди сейчас из-за этих перепадов температуры в Селемжинском районе, в других территориях не страдают. Есть также у нас многоквартирные дома, которые нужно паспорта готовности подготовить». На подготовку к отопительному периоду из областного бюджета в этом году было выделено 560 миллионов рублей. На эти средства заменили 367 котлов, отремонтировали тепло- и водопроводные магистрали. По словам министра ЖКХ Сергея Гордеева, все работы будут завершены к 1 октября. По плану идет и заготовка топлива. Проблемы возникли только в двух районах – Константиновском и Ромнинском. Как оказалось, территориям просто нечем оплачивать транспортировку угля и мазута. На решение этих проблем губернатор дал всего несколько дней. «С завтрашнего дня мы начинаем завозить уголь с автомобилями. Решили с финансами на дизельное топливо. И две организации, одни от нас частные водители возить будут, и организация «Чайка». Вопрос решен лично мной сегодня». Отдельно на совещании говорили о готовности к зиме жилого фонда при Амуре. Паспорта готовности уже получили 3532 дома, что составляет 77% от общего числа. Полностью завершить паспортизацию должны к 1 октября. Но министр ЖКХ не исключает, что 100% готовности может не получиться. «Крайний срок готовности 100% должен быть 101 октября. Но, Александр Александрович, я считаю, что 100% мы, конечно, не получим. Всегда есть часть домов, это аварийные дома, которые не получат». «Но у вас есть понимание, где эти дома, в каких районах, на каком контроле они будут находиться у глав районов, у территориальных прокуроров и так далее? Именно для того, чтобы… Мы же понимаем прекрасно, там жалобы будут, наверное, если дома аварийные». На особый контроль взяли жилой фонд Заветинского района. Здесь к зиме готовы менее половины домов. «Опасения вызывает Заветинский район, это самый минимальный процент по получению паспорта готовности, который определяет готовность жилого дома к отопительному сезону». «То есть Заветинский район на контроль?» «То есть, соответственно, министерство ЖКХ, жилая инспекция, выезжаете туда, Руслан Федорович территориальному прокурору дает поручение, отрабатываете на месте доклад, тоже к 1 октября». На совещании был озвучен вопрос и о покрытии долга потребителей перед коммунальщиками. На сегодняшний день он превысил 3 миллиарда рублей за год, увеличивший сразу на 250 миллионов. При этом показатель собираемости платы с населения за ЖКХ один из самых высоких по стране, составляет 91%. Губернатор предложил сформировать рабочую группу, которая займется декриминализацией этой сферы и выяснит, на какие цели тратятся получаемые с населения средства. «Сергей Николаевич, определите территорию, пожалуйста, предоставьте нам данные, мы вместе создаем рабочую группу и поработаем по этим территориям, по управляющим компаниям, где наши деньги. Потому что мы с людьми общаемся, люди говорят, мы платим, и вы видите, да, сборы 91% и другие проценты, то есть сбор хороший, а 3 миллиарда денег нет». Новая рабочая группа, куда войдут представители региональной прокуратуры, МВД, ФСБ, профильных министерств и жилищная инспекция, будет собираться один раз в месяц. Специалисты проверят управляющие компании на предмет платежной дисциплины и фиктивного банкротства. Юрий Камышный, Игорь Карпов, Первый областной канал. В Архаре медведь напугал местных школьников. В четверг 22 сентября в 7.30 утра косолапый хищник вышел к учебному заведению, когда дети как раз шли на занятия. Об инциденте тут же сообщили в полицию, сотрудники которой незамедлительно прибыли на место. Чтобы избежать жертв, зверя пришлось убить. Стражи правопорядка пытались отогнать медведя в лесной массив, но животное стало вести себя агрессивно, кидаться на людей. Тогда участковый уполномоченный применил личное зарегистрированное оружие для защиты граждан от нападения опасного животного. Как рассказали в местной администрации, такое на их памяти впервые. Тем временем, как отметили специалисты Хинганского заповедника, застреленный хищник был старым, худым и истощенным. Судя по всему, это очень старый самец, к тому же довольно-таки больной. То есть у него полностью стерты многие зубы. Части зубов нет, часть стерты практически до десен. После вскрытия выяснилось, что у него, кроме всего прочего, еще и двустороннее воспаление легких и дистрофия многих внутренних органов, обширное заражение различными гельминтами. Животное очень больное, очень старое. Вследствие этого очень худое и такое неадекватное поведение. На днях в некоторых СМИ появилась информация о том, что в администрации города Тында прошли обыски, якобы некоторые кабинеты и вовсе были опечатаны. Подобные следственные действия, по данным коллег, были произведены из-за незаконного предоставления квартир по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Мы связались с мэром северной столицы БАМа и с первых уст узнали, правдива ли данная информация. Вот что он рассказал по телефону. Нет, в администрации города Тынды обысков не было. Была ли произведена выемка документов? В рамках уголовного расследования какого-то дела работниками Следственного комитета и ФСБ производилась выемка документов в четверг и пятницу на прошлой неделе. А какого дела известно? Это к ним вопрос. Также Евгений Черенков опроверг информацию о том, что ряд кабинетов в городской администрации был опечатан, все сотрудники Тындинской мэрии работают в прежнем режиме, в Следственном комитете данную информацию не комментируют. В Белогорске задержан сотрудник полиции за взятку. Денежное вознаграждение страж порядка получил за покровительство в сфере организации незаконного бизнеса. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, полицейский помещен в изолятор временного содержания. На время проведения служебной проверки полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Незаконный карьер. Сотрудники ФСБ и специалисты Министерства природных ресурсов при Амуре прикрыли незаконную добычу щебня. Нарушители задержали, спецтехнику изъяли. Незаконный карьер. Специалисты обнаружили в 200 метрах от федеральной дороги Хабаровск-Чита. Добыча щебня экскаватором без госномеров велась на ранее закрытом карьере. Природный материал магнетических пород использовался при строительстве дороги от железнодорожного переезда в селе Селиткан до строительства магистрального газопровода. При этом документы на право пользования недрами добытчики предъявить не смогли. В результате нарушители задержали, технику изъяли. Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства этого дела и установить тех, кто причастен к незаконной добыче щебня. Решение примут по результатам проведенной работы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Задолженность по зарплате в области снизилась почти на 15 миллионов рублей. Ситуацию с долгами предприятий перед сотрудниками обсудили на специальной комиссии под председательством губернатора Александра Козлова. Комиссия по ликвидации задолженности по зарплате собирается два раза в месяц. По словам главы Приамурья, ситуация в данном направлении меняется в положительную сторону. За последние две недели сумма долга с 70 миллионов рублей уменьшилась до 56 миллионов. Задолженность по зарплате значительно снизилась. Мы наблюдали ее рост. И в рамках вот этой совместной продуктивной работы мы видим, что она очень сильно снизилась, очень сильно и не прирастает. Но остается проблема, которая нам надо будет решать. Как было озвучено на совещании, на сегодняшний день предприятий должников более 20. Самые крупные из них – Бурея Гастрой и ФГУ «Амурская». В последнем обещают рассчитаться с сотрудниками до конца этой недели. Бурея Гастрой на полное гашение не хватает 10 миллионов рублей. Сумму обещали помочь найти областные власти. Жители Тынды уже могут купить билеты на самолет до Хабаровска. С 20 сентября они поступили в продажу. Первый рейс по маршруту Хабаровск-Тында-Хабаровск отправится 3 октября. Возить пассажиров будет хабаровская авиакомпания «Амур» на самолетах типа Ан-24 по понедельникам и пятницам. Вместимость воздушного судна – 48 пассажиров. Стоимость билета в одно направление – 5640 рублей. Оставайтесь на нашем канале, смотрите во второй части программы. Кто прошелся по звездной дорожке «Амурской осени» в этом году? Какой новый телепроект стартовал на Первом областном канале? Чему научил сингапурский хореограф наших танцоров? И зачем амурских школьников проверили на знание китайского языка? В понедельник, 19 сентября, в Благовещенске официально стартовал фестиваль кино и театра «Амурская осень». И, конечно, уже по традиции все началось со звездной дорожки. Несколько десятков столичных артистов прошлись перед зрителями. Среди них Анна Ардова, Александр Балуев, Лиза Арзамасова, Екатерина Волкова, Николай Добрынин и многие другие. Первым на красную дорожку по традиции вышел президент фестиваля Сергей Новожилов, затем губернатор Александр Козлов с супругой, мэр Благовещенска и областной министр культуры. Потом перед зрителями появились и артисты. Кстати, даже несмотря на то, что на улице было достаточно темно и открытие фестиваля проходило в рабочий день, понедельник, люди заранее занимали места на площади Ленина, чтобы посмотреть на любимых актеров и режиссеров. Что примечательно, в этом году по красной дорожке прошлись и амурские кинематографисты, а также члены народного жюри. Те люди, которые будут судить кинофильмы конкурсной части «Амурской осени». И хотя на улице в день открытия похолодало, многие артисты радовались амурской погоде. Это было какое-то чудо. Мы вышли из самолета, а тут солнце, жара, мы утепленные в свитерах, в куртках. Это просто чудо. Я благодарю Вселенную и Бога за то, что нам такой подарок. Потому что здесь в Москве просто ужас. Хочется только спать и ничего не сделать. А здесь действительно праздник получился. Мы прилетели и праздник. Сразу после звездной дорожки артисты театра и кино отправились в общественно-культурный центр. Там ровно в 8 вечера началось долгожданное официальное открытие 14-й амурской осени. В этом году фестиваль театра и кино открылся песней, которую исполнил сам президент фестиваля Сергей Новожилов. Кстати, те, кто не смог вечером в понедельник приехать в УКЦ, могли посмотреть открытие, не выходя из дома. Наш канал транслировал в прямом эфире концерт, который длился более полутора часов. Самые яркие моменты вечера смотрите в следующем материале. И если сам президент верит в чудеса, значит фестиваль пройдет на отлично, даже несмотря на понедельник. Кстати, организаторы честно признавались, очень переживали, что в этом году осень началась именно в первый день недели. Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства. «Доживем до понедельника» – отрывок из известного фильма показали зрителям не случайно. Главный герой фильма – Юрий Чернов, блистательный народный артист России, гордость и гость амурской осени. Десять лет назад именно он открывал памятник Гайдаю в «Свободном». В этом году глава города Роберт Каминский преподнес актеру неожиданный подарок – миниатюру того самого памятника. Я стою на сцене театра «Сортина» и каждый раз говорю спасибо Господу Богу, что я стою на сцене, на которой играли эти великие актеры. Я счастлив, что сейчас я стою на этой сцене и держу в руках приз имени Галина Иоанна Гайдая. А вот Екатерина Волкова впервые на амурской земле. На открытии фестиваля актриса исполнила песню собственного сочинения. Она не просто гость торжественной церемонии, а она играет главную роль в царском подарке. Этот спектакль – участник конкурса «Антрепризы». Среди гостей «Амурской осени» в этом году и двое молодых ребят – Влад Конопко и Макар Запорожский. Больше известные, как «Щука» и «Кислый» по сериалу «Молодежка». Правда, в этот раз ребята выбрали для себя немного другое амплуа – не хоккеистов. Перед началом фестиваля была проделана огромная работа. Из сотен короткометражных картин отобрали 24 коротких метра. Среди них такие работы, как «Сошедшие с рельсов», «Враги», «Доставка надом» и «Любовь». Также в список вошла и картина амурского режиссера Олега Семенца «Была война». Шесть призов ожидают и полнометражное кино. Председатель жюри в этой категории – Вера Глаголева. Для нас, конечно, большая ответственность и большая честь, что мы сегодня будем судить картины своих коллег. И очень важно почувствовать, почувствовать сердцем. Вот это, я думаю, мы будем делать. У нас замечательная компания, прекрасные мои друзья. Я думаю, что мы найдем общий язык. Я давить не буду, обещаю. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Мы будем честно судить. Ответственным за короткий метр назначили актера Владимира Шевелькова. А вот выбирать лучший спектакль предстоит Всеволоду Шиловскому. Судить будут позже, а этот вечер был посвящен только празднику, который продолжался и для судей, и для самих актеров. Дуэт из спектакля «Саундтрек» со своей игрой на стуле покорил и обескуражил даже самых искушенных зрителей. Ирина Кобзарь, Первый областной. Один из артистов «Амурской осени» устроил дебош в гостинице «Азия» после вечернего банкета, что проходил в рамках фестиваля вместе с другими участниками. 57-летний актер вернулся в отель и там разбил стеклянную то ли витрину, то ли дверь. После торжества в районе двух часов ночи артисты вернулись в гостиницу. Со слов очевидцев, артист, один из членов жюри, разбил стеклянную витрину отеля. Вел себя агрессивно. Что стало причиной гнева, неизвестно. Испуганные поведением артиста сотрудницы ресепшена вызвали полицию. Разбирательство удалось замять. Руководство гостиницы претензий не имеет. Гость продолжит участие в фестивале. На этой неделе амурчане увидели «Наше утро». На Первом областном канале стартовало новое утреннее шоу. Интересные гости, актуальные темы, полезные рубрики. Все, чем живет при Амурье, можно будет увидеть со вторника по пятницу в прямом эфире с 8 до 9. Доброе утро! Доброе утро, уважаемые зрители Первого областного канала! Если вы, счастливые люди, включили с утра сегодня телевизор, то знайте, вы присутствуете в нашем дебюте. Первый областной канал выпускает первую программу под названием «Наше утро». И мы совместно с вами, уважаемые жители всей Амурской области, будем просыпаться по утрам и желать доброго утра. Первыми с добрым утром жители области поздравили Евгения Монакова и Александр Ткаченко. Ведущие устроили даже в честь дебюта небольшой праздник. Ну а вместо торта в студии разрезали арбузы. Заодно, таким образом, отметили завершение садово-огородного сезона. Первыми гостями нашего утра стали экстремалы и популярные видеоблогеры Геннадий Алдухов и Влад Чалов. Кстати, ребята будут вести у нас рубрику «С понедельника начну». Не менее интересными и полезными для зрителей станут рубрики «Читаем вместе», где читающие амурчане будут рекомендовать хорошие книги. В рубрике «Строю сам» автор расскажет, как возвести деревянный дом своими руками, а еще будет говорить о новинках кино, делах домашних, спорте и путешествиях. Приятно слышать, будем показывать хорошие клипы амурских музыкантов, поговорим и о современном русском языке, например, как правильно ставить ударение в словах. Со временем в нашем утре появится рубрика, во время которой будет происходить интерактивное общение со зрителями. Сюда можно будет присылать свои селфи с рассказом о том, где сейчас находишься и чем занимаешься. Благовещенский ансамбль «Ровесники» репетирует новый танец под чутким руководством сингапурского хореографа Фан Дун Кая. Главный режиссер-постановщик, креативный директор и продюсер Чингей сингапурского парада прилетел в Амурскую область по приглашению губернатора региона Александра Козлова и Елены Фединой, руководителя ансамбля. За 20 лет работы хореографом Фан Дун Кай поставил сотни работ во Франции, на Филиппинах, Тайбэе и Сингапуре. Он также является обладателем многочисленных премий и лауреатом танцевальных конкурсов. В Благовещенске он проведет мастер-классы по хореографии. В прошлом году эти ребята приезжали к нам в Сингапур. Они показали очень высокое мастерство, я даже не ожидал такой красоты. В своем танце ребята раскрыли всю красоту русских традиций. Мы и в этом году их пригласили. А для меня очень большая честь трудиться над созданием номера к 50-летию вашего ансамбля. Я с удовольствием принял предложение и Елены, и губернатора. Русские уроки для китайских преподавателей. В Благовещенск прибыла первая делегация из КНР в рамках подписанного в июне соглашения между Институтом развития образования города Хэйхэ и Амурским институтом развития образования. На заграничную стажировку прибыли полсотни делегатов. Их разделили на группы согласно профилям. В гости к китайским учителям, которые посетили занятия в шестом лице, отправилась съемочная группа первообластного канала. Первым делом китайские педагоги посетили урок изобразительного искусства. Тема занятия – нетрадиционное рисование. Ее объяснять несложно и особого перевода она не требует. Начертить хаотичные линии и попробовать разглядеть в них фигуры – такое задание получили не только дети, но и педагоги из Китая. У многих вполне неплохо получилось. Я впервые рисовала в такой технике. Мне было очень интересно и познавательно. Пока китайские учителя из ОПО стягали опыт русских коллег, остальные отправились на урок музыки. Уже в дальнейшем эта группа тоже разделилась еще на две, согласно профилям. Кстати, проводили занятия учителя высшей категории. По их пожеланиям мы сделали посещение образовательных организаций города, сельской местности, дополнительного образования, профессионального образования и дошкольного образования. Мы их поделили на группы, соответственно, они посещают своя группа, каждое свое образование. Уроки проводили под дополнительным предметом. Сделать их постарались не только интересными, но и доступными. Такой обмен опытом между российскими и китайскими педагогами очень важен. Мы учимся друг у друга различным техникам и навыкам, которые потом можем использовать в образовательном процессе. Больше всего китайским педагогам понравилось, что их вовлекли в процесс. К примеру, на спортивном ориентировании им пришлось пройти полосу препятствий, даже установить палатку. Да, даже если посмотреть, что они пытаются это сделать, им было интересно. Они смотрели, как-то разговаривали между собой. Я думаю, им было интересно. По окончании визита школьники устроили для китайской делегации красочный флешмоб. Иностранцы, кстати, тоже оказались не против в нем поучаствовать. Тем временем уже скоро российская делегация отправится на стажировку в КНР, повышать свою квалификацию. Анастасия Петраш, Игорь Карпов, Первый областной. Амурских школьников проверили на знание китайского языка. В области прошел пробный ЕГЭ по этому предмету. Тесты сдавали в Тынде, Свободном и Благовещенске. На экзамене, который планируют сделать обязательным, побывала и наша съемочная группа. Для вас китайский язык, я думаю, это язык, который вы изучаете не первый год. То есть сказать, что это экзамен, мы не говорим. Поэтому бояться не надо. Я думаю, волнение будет вам только мешать. Уже второй год подряд 25-я гимназия становится местом проведения ЕГЭ по-китайскому. Сегодняшний тест сдают порядка 40 человек из разных Благовещенских школ. Перед началом традиционная вводная. Ну а после так называемого протокола ребят разводят по аудиториям. Экзамен поделен на две части. Аудирование и говорение. Ученица 11 класса Наталья Марушка изучает язык Поднебесный уже пять лет. Все тонкости сложного китайского постигает как в школе, так и на занятиях с репетитором. Казалось бы, никаких волнений быть не должно. Но, как признается девушка, небольшая дрожь в коленях все-таки есть. В китайском языке находится четыре тона. Их нужно все выговаривать очень правильно для того, чтобы человек, ну китайский человек, так скажем, чтобы он тебя очень хорошо понял. Но китайский язык сложен еще тем, потому что у него очень сложное правописание иероглифов, которые дополнительно еще состоят из графем. Еще одного экзаменуемого Влада Булаткина в китайском языке привлекает его история и богатая культура этой страны. Тем более, что из пограничного Благовещенска до соседнего Хайхэ, что называется, рукой подать. И отношения между городами динамично развиваются. Поэтому знание языка в современных условиях становится незаменимым. Культура китайского народа, она очень обширна, разнообразна. И это хочется знать, что они наши соседи. И также хочется затронуть политическую ситуацию, что они наши хорошие друзья, они нам помогали. На аудировании у ребят проверяют знание языка и написание иероглифов. Общеобразовательный тест по китайскому составляли в Москве. По сути, он ничем не отличается от обязательного ЕГЭ по другим иностранным языкам. Но все-таки определенная специфика есть. На то она и китайская грамота. Детям предлагается какой-то вопрос или какая-то тема, которую дети необходимо будет им раскрыть, написать определенный объем иероглифов. А это первая часть письменная, вторая часть – это устная. На этой части экзамена, которая называется «Говорение», ручка и бумага не нужны. Специальная программа через наушники задает ученику вопрос на китайском. На этом же языке он должен дать полноценный ответ. Тестирование длится недолго. Для девятиклашек всего шесть минут, у выпускных классов – двенадцать. Чем больше заданий удастся решить, тем выше балл. Весь звук записывается и отправляется в Москву. Для 25-й гимназии китайский – не основной предмет. Здесь его изучают по желанию. Как говорят учителя, этот предмет становится все более популярным у учеников. Желающих научиться говорить на языке конфуция становится все больше. С 2012 года в школе открыт и функционирует класс конфуция. Там проходят уроки китайского языка, в том числе и носителями языка. И также хочется отметить, что в этом направлении мы тесно сотрудничаем с Благовещенским государственным педагогическим университетом. Результаты этого теста станут известны через несколько дней. А вот будет ли китайский включен в состав единого государственного экзамена, мы узнаем только в следующем году. Юрий Камышный, Игорь Карпов, Первый областной канал. Оставить ребенка под присмотром профессиональных педагогов и заодно научить его читать и рисовать. И самое главное – не переживать за малыша, пожалуй, самая заветная мечта молодых родителей. Осуществить которую теперь можно и в Благовещенске. В столице Преамурья стартовал уникальный проект «Библионяня». Журналисты Первого областного побывали на самом первом занятии и спросили мнение самих малышей о новом виде досуга. Заплатить за квартиру, сходить в парикмахерскую или заняться домашними делами, не переживая за маленькое чадо. Мечта, ставшая реальностью. В Благовещенске стартовал проект «Библионяня». Какого цвета? Голубой. Синий, ну голубой, да, голубой больше. Так, вот это у нас какая фигура? Прямоугольник. Прямоугольник. Геометрия, биология и зоология, а еще развитие воображения и мелкой моторики. В таком комплексе дети и быстрее учатся, и запоминают разносторонние знания, делятся опытом педагоги. Маленькой Алисе всего пять. Они с мамой приехали в Благовещенск и стынды по делам. И когда мама вернется, девочка обязательно подарит ей свою первую бабочку. Мы будем делать бабочек. И мы их сделали. Да. Мне было самое сложное приклеить усики. Потому что они маленькие. Да нет. Просто я не знала, что вот так надо сделать. Час пребывания малыша в библиотеке обойдется родителям в 50 рублей. Развивающие занятия будут стоить всего 150-200. В зависимости от затрат на подготовку к мастер-классу. Кстати, потенциальным воспитанником может стать любой ребенок в возрасте от 4 лет. С более младшими детьми мы можем предложить им в мастер-класс какие-то легкие аппликации. Там объемные, например. Более старшие дети. Например, открытки из зерен кофе. Или роспись по камню. Вот тоже у нас мастер-класс был. Очень интересный. Организаторы признаются, они не ожидали такого интереса. Ближайшая неделя уже расписана практически по часам. Поэтому педагоги убедительно просят. Прежде чем приводить детей, лучше предварительно созвониться с библиотекой. Наши объявления включают не только проведение мастер-классов. Это также будут мероприятия на развитие моторики. Есть кукольный театр даже у нас на библиотеке Чехова. Есть наш логопед, который может развивать речь. То есть ставить ребенку. То есть абсолютно разные формы. Художники есть также. Абсолютно разные формы для того, чтобы развивать ребенка. Проект стартовал одновременно в двух городских библиотеках. Детско-юношеской на Комсомольской 3 и на Красноармейской 128. Библионяне будут работать ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Правда, оставить ребенка можно будет максимум на 4 часа. Только потому, что в библиотеке нет возможности кормить малышей. Ирина Кобзарь, Игорь Карпов, Первый областной. В Благовещенске стартует акция «Чистый город». Ее осенний этап пройдет с 21 сентября по 21 октября. Координатором традиционно выступает муниципальное предприятие, городской сервисно-торговый комплекс. Специалисты ГСТК уже подготовили необходимый инвентарь. Горожанам планируют выдать почти 60 тысяч мешков, 2 тысячи метел, 450 грабель, около 300 лопат. Вывоз собранного мусора будет осуществляться при помощи четырех мусоровозов, трех грузовых автомобилей и одного погрузчика. Администрация Благовещенска призывает жителей многоквартирных домов вместе со своими управляющими компаниями, а также руководителей всех предприятий, принять активное участие в субботниках. Заявку можно подать по телефону 99 10 16, 99 10 15 и 99 10 14. Это последний материал выпуска. Напомню, эти и другие сюжеты вы всегда можете увидеть в социальных сетях, на страничке первообластного канала в Фейсбуке Одноклассниках, а также на новостных порталах amurobl.tv. Дозвониться к нам в студию всегда можно по телефону 777 201. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова